Ну, Аглу выбирает свой Аглу, даже. Вот если мы находимся рядом с хорошими людьми, значит мы тоже хорошие, иншалам. Если человек, как бы ни казалось, что он хороший, если он с плохими людьми, все равно он будет плохим, и в судный день, как говорит пророк Саусалям, он станет вот с этими людьми. Да, с кем он, с кого он полюбил, вот с этими людьми на Махчаре он станет, судный день. Вот насчет этого, вот еще одна такая история, одна история, это не сказка, это не сказка, это на самом деле то, что было, потому что вот эту историю, ее передали от устазов, от арикадских устазов, вот они друг другу передали, и по цепочке вот до нас нашла вот эта история. Эта история произошла вот в времена других общин, во времена другого пророка, именно какого пророка, я не знаю, но это время не нашего пророка. Короче, жил вот отец, отец и мать умерла, и было у него три сына, три братья, отец и три братья. И отец, когда заболел, вот предсмертная болезнь, отец вот собрал троих сыновей и сказал им, вот написал завещание, вот сказал, вот в каком-то месте я там попрятал для вас три слитка золота, золота, три слитка для каждого из вас. Но только вот условия, только после моей смерти вы возьмете вот это богатство оттуда. Короче, согласились, и прошло некоторое время, отец умер, и как завещал отец, вот эти три братья идут, вот, вскрыт вот этот клад. Вскрыли, когда вскрыли, нашли там только два слитка золота, три не нашли, только два нашли, а никто, кроме них, не знал об этом кладе, никто не знал. Значит, один из них взял один слиток, так же получается. И они стали подозревать друг друга, вот, указывали на одного, тот на другого, вот, короче, друг друга подозревали. И в это время был такой правитель хан, очень справедливый, богобоязненный человек. Все люди, когда возникало разногласие, спор, все люди ходили сразу, ходили к нему, и он всегда выносил справедливые решения. Он всегда делал вот справедливую хукму. И вот эти три братья решили пойти вот к хану, и то, что он сделает, вот, его хукму, иншаллах, вот, поэтому хукму будем, сказали они, вот, хукму делают. И идут они туда, по дороге, по пути идут, и вот встретили одного человека. Одного человека встретили, этот человек говорит им, вот, я ищу своего верблюда, вы не видели, вот, мое животное. Один брат, один из них сказал, наверное, твое животное на один глаз слепое. Он сказал, да, оно слепое, и он отвечает, я не видел. Третий говорит, на спине верблюда с одной стороны был ли мед. Хозяин верблюда говорит, да, с одной стороны на спине был мед. Этот говорит, отвечает, один из братьев не видел, говорит. Третий говорит, а на другой стороне масло было, хозяин говорит, было. Третий тоже говорит, тоже не видел. И, короче, возникло ссора, как это вы точно не знаете, что животное слепое, что то, что на ней, тоже вы знаете, вы видели, вы, наверное, украли ее. Короче, возникло ссора, и, короче, решили, вот он тоже с ними пойдет вот к этому хану, чтобы рук ему делать между ними. Короче, пришли к хану, во дворец пришли, короче, хан говорит им, ну, дал им слово первым, стал говорить, вот это хозяин верблюда. И он рассказывает, вот у меня пропало животное, вот они знают, какое оно, какие у него вот эти черты, что оно слепое, что на ней, и вот это все они знают и утверждают, что они не видели. Хан потом к ним обращается и говорит, как это так, вы знаете, что оно слепое, что на ней мед и масло, и говорите, что не видели. Вот один из них, вот кто сказал, что оно слепое, он говорит, вот когда мы шли по тропе, с одной стороны травы не было, короче, ее трава была, короче, ее там сели, скушали, а с другой стороны трава была, вот, да, целая была. И отсюда говорит, вот этот, один из них, я узнал, что вот это животное на один глаз слепое. Торахатланхирпанаха. Вот второй, тот, кто утверждал, что на ней мед, он говорит, вот с одной стороны травы я видел, вот, на местах скопление пчел. И я узнал, что на этом животном был мед, вот где покапан мед, вот там и скопились вот эти пчелы. А третий брат точно так же сказал, а наоборот, с другой стороны, там было скопление мух, вот где был покапан вот масло, нахт инг арбакалла, вот там вот мухи. Короче, хан удивился, вот, какие вот умные, порицательные вот эти братья, и сказал хозяину верблюда, ступай и ищи свое животное, они не видели твое животное. И хан дал слово вот этим братьям, и они рассказали, вот отец оставил, как ирс, три слитка золота, и когда вскрыли вот этот клад, мы там нашли только два слитка. Короче, один из нас вор, и нужно определить, кто из нас вор. Короче, хан впал в раздумья и подумал, вот, если вынести неправильное решение у него, он потеряет свой авторитет среди населения, поэтому ему нужно четко вот ответить на их вопрос, конкретно определить, кто из них вор. И поэтому он хотел, как бы выиграть время, чтобы получить от этих молодых какую-нибудь информацию. И он сказал им, давайте завтра утром мы сделаем вот хукму, завтра утром сделал. Показал им для ночлега спальню, показал, и стол накрыл для ужина, и своему вазиру сказал, чтобы он тайно, чтобы он следил за ним, чтобы подслушивал, следил. Короче, хан хочет получить от них какую-либо информацию. И они зашли в спальню, там вокруг стола сели они ужинат, а вазир там тайно их слушает. Когда они сели, один из них, один из братьев сказал, я говорю, думаю, что этот хан внебрачный сын, ублюдок, что он внебрачный сын, да, незаконно рожденный. Один из них сказал. Второй сказал, короче, на столе мясо там, сок, хлеб, там много чего. И один из них сказал, вот это мясо, я думаю, мясо, нажас, что это слово? Мясо нечистого. Да, нажас. Другой говорит, вот это сок тоже, я думаю, что это тоже нажас. Потом еще один сказал, этот хлеб тоже нечистый. Короче, вот это сказали, они не покушали, легли спать, а вазир, как только услышал вот эти слова, сразу прибежал к хану и сказал, уважаемый хан, вот они вот сказали, что ты незаконно рожденный. И хан сразу пошел к своей матери. Хан же знает, какие они умные, какие они проницательные. Хан знает, что они зря слова не скажут. И пошел к своей матери, испугал ее, и из-за страха перед сыном, перед ханом, короче, мать призналась, что она рассказала ему, что твой отец, так как был импотентом, что мне не захотелось, чтобы вот это все богатство, наследство попало в другие руки. Я вот пошла к другому вазиру или там, ну, одному из подданных хана, короче, сделала зина, и вот ты вот таким образом, ты родился. Короче, на самом деле оказалось, что он незаконно рожден. И дальше, про мясо они сказали, да, что это Наджас. Короче, хан разузнал, что это мясо, где ее купили, откуда добили, вот, и по цепочке, короче, до пастуха дошло. И пастух рассказал хану, что когда вот ягненок родился, маленький ягненок, да, называется, когда и мать ягненка умерла сразу, а чтоб ягненок получил молоко, ее, короче, привели к собаке, и туда хахиза муха. Собака, короче, кормила ее молоком. Поняли, да? Конечно, вот этот ягненок уже, получается, он уже Наджас, ее кушать нельзя. И хан убедился, что в этом тоже он убедился. Насчет сока, вот виноградный сок, натуральный сок из винограда. Короче, пошли к этим людям, кто выжимал вот этот сок, и хан разузнал, что, короче, когда они вот топтали вот этот виноград, выжимали сок, вот эти люди, кто топтал вот это, когда им приходилось идти в туалет, они, короче, свою нужду справляли там же. Ошонха, дурегорджи. Помочились. Да. Мочились туда же. Короче, и само собой, вот этот весь сок из винограда, получается, он тоже Наджас, да? И насчет хлеба. Короче, там спросили, разузнали, оказывается, что вот этот хлеб испекла женщина, которая находится в месячном цикле, которая находится во время хайза. Вот эта женщина испекла вот этот хлеб. Короче, хан еще больше пал в раздумья и сильно был озабочен, как я вынесу справедливое решение вот этим таким умным молодым парнем. Вот подумал. И всю ночь хан не спал. До утра он думал, думал, думал. Короче, наступило утро, встали, и хан пригласил всех троих братьев к себе. И, короче, посадил их перед собой, и хан говорит им, вот сейчас я вам расскажу одну историю, вы внимательно слушаете, говорит хан им. И хан начал рассказать уже другую историю. Хан рассказывает вот этим братьям. и рассказывает. Короче, были вот парень и девочка. Они очень сильно любили друг друга. Короче, они дали клятву, дали слово, что он сказал, что только тебя я возьму замуж, в жены. и она ему тоже дает такое же слово, что только он разъяжет ее узелок. Узелок, ну, от платья, да, ремень. Что только он разъяжет. Ну, то же самое, что она выйдет только за него, получается, да? Но она чуть другими словами это сказала, что только он разъяжет ее узелок. Короче, прошло время, они очень сильно любили друг друга, но в силу сложившихся обстоятельств родители, короче, девочки не выдали ее замуж за вот этого любимого. Они выдали ее вообще за другого. Вообще за другого выдали. И, короче, разыграли свадьбу, гости разошлись. Короче, первая брачная ночь. Ну, дальше, что вы знаете. Короче, он подходит к ней. И она говорит ему. Она говорит ему. У меня вот был любимый человек. Мы друг другу дали слово, клятву, что только он разъяжет мой ремень, мой узел. И она стала умолять его, чтобы он пустил ее к нему. Она, короче, туда пойдет, он разъяжет узел, и она сразу же вернется обратно к законному жениху. Она попросила его, умоляла. Короче, он согласился, что из-за этой клятвы, чтобы обещание было выполнено, он жених, законный жених согласился. И она пошла к любимому. Она заходит к нему, он говорит, зачем ты пришла, ты уже жена другого, короче. И она говорит ему, мол, мы дали друг другу слово, у нас было обещание, клятва, ты развяжи вот этот узел, я сразу же вернусь к мужу, законному мужу. Он, короче, в перчатках, короче, законно, без харама, без испорченных мыслей, без задних мыслей, он развязал узел и отпустил ее. Короче, клятва исполнена, слово тоже. И она идет к законному жениху. По дороге, это уже ночь, глубокая ночь, по дороге, короче, ей на встречу идет разбойник. Гача. Разбойник курии? Гача. Разбойник, который, короче, хочет удовлетворить все желания, свои все желания, ограбить, изнасиловать, ну, у него, короче, все мысли такие испорченные, да, у разбойника. И как раз он в переулке, там, в тупике, он встретил вот эту вот невесту, молодую, красивую девочку, женщину. И, ну, хотел наброситься на нее, наверное, хотел изнасиловать. И она, короче, попросила ее, она рассказала всю историю. Вот, я, говорит, любила вот такого-то родители не видели меня за него. У нас было такое обещание, слово, вот, выдали за другого. Жених, короче, поверил мне, отпустил к любимому. Он разрезал узел. Вот, я вот иду обратно к жениху, к своему законному мужу. И попросила, заплакала, попросила, чтобы разбойник тоже ее отпустил. Тут разбойник Кантана. Короче, образумился, понял, короче, он тоже отпустил ее. Разбойник тоже отпустил ее. Ничего не сделал, не потрогал, отпустил. Короче, три, вот, любимый человек, да, вот, первый, жених и разбойник, да, вот, три лица в главных ролях. Вот, трое, они благородно поступили даже, вот, любимый тоже, как бы, не потрогал ее, развязал узел, отпустил, ничего, хорам не сделал, благородно поступил, да, жених тоже, для выполнения обещания, для клятвы, тоже ее отпустил, тоже, как бы, благородно, разбойник, тоже, конечно, благородно поступил. И вот, хан, вот, рассказал эту историю и задает вопрос, вот, этим братьям, вот, из этих трех, вот, любимый, жених и разбойник, из этих трех, кто говорит хан, сами благородны, вот, спрашивает, вот, братьям он спрашивает, вот, давайте мы тоже ответим, вот, для вас, для вас вопрос, сами благородны, кто? Муж, разбойник, муж, муж, жених, сама женщина, короче, разногласия у нас, да, мне ответили, кто выбирает жениха, кто любимого, кто выбирает, разбойника, да, точно, точно, точно так же, точно так же, эти братья тоже, один выбрал, жениха, второй выбрал, любимого, третий выбрал, разбойника. И хан говорит тому, кто выбрал разбойника, аглу выбирает свой аглу, поставь золото на место, говорит. И на самом деле оказалось, это тот, кто выбрал разбойника, оказалось, что он оказался вором. Аглу от аглу бищу ниха. Аглу выбирает свой аглу. Это мы к чему рассказываем? Если мы с хорошими людьми будем, с аглу, иншалла тоже мы из числа таких людей будем. И перед священным Аллахом предстанем с такими правильными людьми. И если с плохими людьми будем, конечно, мы будем из числа плохих людей. Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!